Международный архитектурный студенческий конкурс «Сент-Габен-2024» – ежегодное событие в мире архитектуры. Он делится на два этапа – национальный и международный. Организатор конкурса – одноимённая компания «Сент-Габен», которая входит в число ста мировых корпораций, приверженных к концепции устойчивого развития и защиты окружающей среды. Конкурсное задание было анонсировано в сентябре 2023 года. Столицей современной архитектуры 2023-2024 стал город Уфа. Для архитекторов конкурс – это основополагающая часть его образования. Потому что, да, у нас есть учебные проекты, но они менее глобальные, менее интересные. То есть здесь мало того, что есть какие-то призы, есть возможность заявить о себе как о архитекторе, это и интересный опыт общения с другими участниками, общения с жюри, судейской коллегией в том числе. То есть это очень сильно развивает тебя как профессионала. И очень здорово, когда есть реальные условия, то есть это холмистая местность. Как бы эти уклоны все, они тоже задаются определенный вектор. Поэтому, когда это фантазийный проект в качестве учебного, там мы что-то не учли, о чем-то забыли, где-то глаза прикрыли. А здесь все-таки это должны люди реализовать, возможно, в будущем. Поэтому здесь значительно сложнее проект шоу. Я сначала был очень удивлен. То есть сначала на моем лице не было вообще никаких эмоций, потому что это был полный шок. Абсолютно полный шок. Я участвовал в этом конкурсе уже до этого. И дошел только до нацетапа, занял там второе место. Уже непосредственно в городе Екатеринбург в прошлом году ничего не заняли. Поэтому в этом году я не ожидал абсолютно ничего. И как итог занял первое место. Отошел только, но на следующий день уже осознал действительно свой побед. Конкурсное задание заключалось в создании комфортной общественно-культурной среды высокого качества с учетом размещения объекта в окружающей исторической застройке, разработки проекта модернизации существующих доходных домов с учетом их охранного статуса и основных принципов устойчивого развития, а также в проектировании нового здания Музея современного искусства на территории квартала. Белорусские конкурсанты представили два варианта арт и музейных пространств, успешно вписав их в архитектурный облик Уфы. Причем тандем Алены и Андрея в своем проекте использовал строительные материалы компании-организатора. Изначально мы начали разбирать территорию. И уже на основе территории, даже не просто проектированную территорию, а с самого города Уфы родилась концепция. Это многочисленные горы, которые расположены в этой местности. И уже на базе этого начался рождаться объем, после которого Андрей перевел его в божеский вид. И вот родился главный объект нашей территории – музей современного искусства. Здание музея представляет собой четырехэтажный комплекс, который состоит не только из музеев, вспомогательных помещений, а также там есть помещения для обучения и общепита. Само по себе здание сделано на базе старых стен, старых зданий, которые мы сохранили как фасады внутри, и нарастили объем вокруг них. Особенностью, наверное, будет являться то, что оно сделано с применением продукции Сен-Габен. Я представлял проект, основанный на концепции юрт. Моя основная идея была – это составляющая историческая города Уфы, сложить ее с чем-то модульным и более понятным для строительства, упростить свою идею. Так я это и сделал, собственно. Так и родился мой проект «Кубик в кубе» я его назвал, исходя из концепции. Это был объект, который включал в себя несколько функций вообще. Разработка была комплексна. Сам по себе основная функция была музей. Музей состоял из трех этажей, с ковворкингами, какими-то образовательными функциями, функциями общепита. Ну и основная его функция – это был модульный музей. У меня это было несколько уровней абсолютно с разными конфигурациями и возможностью проходить совершенно разные какие-то экспонаты по определенным зонам, по определенным своим каким-то, как в глобальном, так сказать, виде, ну, по каким-то отдельным историческим фактам. То есть, это своя дорожка определенная была. Можно было выбрать любое, как бы сказать, направление, которое ты хочешь увидеть в этом музее. Он был абсолютно масштабен и глобальный. Участие в престижном конкурсе стало для будущих архитекторов новым и крайне ценным опытом масштабной работы и творческого сотрудничества, а также поможет дать толчок в начале успешной карьеры. Ребята не планируют останавливаться на достигнутом, и впереди и ждут новые, несомненно, интересные проекты. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.